приветствую всех дорогие друзья в эфире бизнес завтрак сегодня у нас гость трейдер человек который торгует торгует ежедневно и многого достиг в том числе на конкурсах lchi последних лет итак максим сиридов приветствую максим привет максим сиридов практикующий трейдер который прибыльно торгует на протяжении последних четырех лет на срочной секции фондового рынка forts максим имеет подтвержденные стейтменты с положительными результатами последних четырех конкурсов лучший частный инвестор в 2014 году максим за один день заработал более 800 тысяч рублей это максимальный результат как в процентах так и в рублях на lchi за последние три года торгует только фьючерсом на ртс не использует индикаторы и не слушают новости спасибо что присоединился к нам нашим бизнес-завтраке хотелось бы узнать о тебе немножко подробней в том числе нашим зрителям и наш первый вопрос где ты родился и был ли в детстве у тебя какое-то воспоминание первое или как это ощущение по поводу фондового рынка какие-то вот первые воспоминания об этом ну я родился в городе бордом алтайского края это недалеко от новосибирска ну и где-то мне когда было 14 15 лет у меня отец организовал дилинговую контору ну то есть представительство в брокерского дома вот ну и я соответственно был один на одним из первым слушателей то есть этих курсов и то есть ну лет на нас 14 15 начал торговать на дому счете на форекс вот потом когда мне было уже 17 18 лет я уже там преподавал форекс курсы вот ну и с этого наверно все пошло и как бы ну заинтересовало мне это все очень сильно но тогда рынок ford фьючерсы на форте были не так уж развиты то есть были был развит фондовый рынок мвб вот но суммы тогда на мвб были то есть надо было начинать там с 30 или 50 тысяч рублей то есть у меня там не знаю 17 летний пацана там таких денег бы не было было там 300 400 500 долларов которых я гонял на форексе вот но и так не особо успешно то есть не сливал так скажем без результативно так скажем вот ну а потом пошло дальше то есть дальше я начал читать всякие разные книги про долгосрочные инвестиции там баффета бенджамин грэм там такие все книжки вот и начал инвестировать долго срок но это было до 2009 года в 2009 году меня фактически порвало очень сильно то есть получается что все оттуда же из форекс да ну всех из форекс а это был дилинговый зал то есть то есть стандартный классический дилинговый зал там 10-20 человек сидела то есть все торговали ты был среди них да и что тогда что то получалось кстати но у меня не получалось то есть понятно что я преподавал то всем говорю что получалось неудачный препод неудачный преподаватель не очень хороших б рекламу по скажем да но то есть но реально на форекс у меня не получилось то есть ну сейчас я знаю причина почему не получилось но тогда то есть тогда то есть спрэды были больше то есть там 5-6 пунктов были спрэды на форексе сейчас 3-4 как бы спрэд но все равно вот то есть ну так пытался торговать внутри дня форекс то есть там много можно рассуждать то есть можно писать целый статьи почему у людей не получается на форексе но это может психология может просто какие-то технические особенности этого рынка торговать принципом сложнее а вот смотри потом то есть это было где-то конец школы до 15 16 17 лет потом ты поступил в институт и в институте как-то продолжил это чем интересовался в институте я интересовался паевыми сонными фондами то есть у меня все курсовые все дипломы были связаны с этим то есть я хотел инвестировать фондовый рынок надолго то есть ну вот как баффет да то есть вложили забудь там на 5-10 лет вот я очень сильно этим как бы тогда загорелся и если посмотреть то есть я закончил университет мало в пятом или в шестом году то до пятого или шестого года у нас фактически рынок ну просто очень сильно то есть рост на каждый год фактически да и кризисных кризисный год на она был только там 98-99 когда все сильно там повалилась а вот а до этого фактически мы как бы не знали бед никаких и фактически все росло то есть лидером роста там был сбербанк там газпром по моему тогда еще рост фактически все акции очень сильно росли если посмотреть на пифы то они как бы стать стабильно обгоняли инфляцию и но очень хорошо очень хорошо выглядел на шину то есть фактически на первый взгляд очень как очень выгодно было в него вкладывать и как успехи но смотри я в шестом году у меня бы я положил деньги мне там часть как брал кредиты часть у меня там свои деньги были но небольшую сумму там до 100 тысяч рублей я торговал через компанию interest она потом банкротилась в девятом или десятом году и там проводил правах проходил конкурс в шестом году лучше лучшая доходность при минимальной просадке вот и я там занял первое место это был шестой год я съездил в москву тогда еще жил в барнауле мне подарили фотоаппарат позвали на работу правда денег там предложили немножко совсем я бы не стал перейдеть москву вот но тогда мне как по голове очень сильно ударило то что вот я могу зарабатывать да то есть у меня планку немножко под сорвало то что я фактически там бог рынка что ли вот потому что там участников было наверно около 200 или 300 человек то есть у меня реально было очень хорошие показатели соотношения доходности риска то есть там просадки были небольшие я до торговал на мвб торговал сбербанк в основного и новотек но новотек это газовая компания а потом начал то есть брать кредиты работы в банке мне под льготные ставки и дальше начал вкладывать деньги в рынок а соответственно восьмой девятый год то есть я вкладывал без плечей но меня очень сильно порвало потому что рынок очень сильно упал то есть я покупал там сбербанк по 60 70 80 90 рублей а на пике кризис там сколько стоил 15 20 он стоил вот а потом как бы все отросло ну я вернул все обратно себе то есть ты не поступил как обычный трейдер зафиксировав нами на дне вы так нет я просит пересидел как нормальный долготрочный инвестор то есть пересидел но как было сложно трудно но деньги там большие были около двух миллионов было на счету то есть для оборону это большие деньги а до сих пора там вложения нет я в закрыл все где-то наверно вот когда фаза кризиса прошла наверно был десятый или одиннадцатый год то есть я закрыл все то есть сбербанк у меня крыл по 90 там с чем-то то есть уже отросло все вот но кредиты все закрыл и там у меня чуть-чуть осталось денег я и закинул на форс есть там реально осталось там не знаю может тысяч сто я не знаю там тысяч 50 70 может просто так потратил на себя а тысяч там 10-20 кинул на форс то есть это первый раз когда ты фарсон начал снимать да но я начал где то есть для чего я кинул деньги на форс я посмотрел тогда на лег мой трейда посмотрел на черемушкина на учи и захотел скальпировать то есть я изучал их сделки на волчьи и то есть я очень много то есть проводил времени за компьютером то есть я загоня на бездоке в excel смотрел там такая средняя прибыль на среднем убыточной сделки вот и пытался что-то повторять то есть я наверное месяца наверное три четыре пять я торговал в убыток а потом где-то наверно около полугода или месяца в месяца девяти у меня пошло очень хорошо вот но во первых то есть скальпинг это очень сложный вид такой торговли потому что во первых я работал на основном месте работы то есть я ну то есть разница сборнули с москвой три часа то есть фактически я приходил с работы можно было торговать то есть там получается сразу после по сразу после 16 30 в москве то есть ну фактически самое такого активное время вот и действительно эмоционально было очень психологически сложно торговать то есть ну потому что я пришел уставшись работать то есть там это проблемы дома вот и торговать было сложно и потом как бы пришли очень много пришло роботов которые я не помню какой-то год был наверно год десятый наверно вот и я просто стакан порты тогда скальпировал ртс уже сначала газпром скальпировал потом когда не было побольше скальпировал ртс реально скале стакан уже очень сильно мельтешил и видно было что было очень много роботов там вот и у меня просто наверно я вместе на какой-то один закрыл убыток и я думаю все больше не буду скальпировать вот ну а потом я то есть начал читать всякие разные книги по краткосрочным инвестициям про по торговле внутри дня именно и ну как бы ты станут на ревелинг сочетал там черепах читал вот майкл колу проект про черепашек который там фон был и просто пытался что-то анализировать в excel и то есть экспортировал графики в цель и потом у меня началось то есть я начал стараться то есть торговать каждый день торговал то есть там одна две три 4 5 сделать в день вот ну и постепенно у меня это переросло в какую-то свою такую торговую систему вот которую я в основном она базируется наверно на том что я проанализировал в некоторые закономерности на рынке в цель у меня сейчас то есть не знаю там файлов может быть 10 20 по 100 мегабайт и где там 60 100 тысяч строк то есть ну большие такие большие объемы информации которые у меня анализируются тестируются то есть ну например где там чаще все образуются максимум на рынке я каких-то не стал вот но именно вот эти какие-то смещения вероятности я сейчас пытаюсь торговать вот ну а в основном то есть наверное вот основные деньги пришли ко мне на последние годы на 3 то есть вот я наверно за этот год заработал на около миллиона рублей за прошлый год это около двух миллионов рублей вот ну вот как то так порядок цифр таков сейчас я торгую еще счета двух инвесторов вот помимо своего счета работают то есть параллельно на основной работе в банке риск-менеджером я работаю вот анализирую риски корпоративных заемщиков и то есть на текущий момент мне очень сложно торговать одновременно три счета вот то есть у меня тут еще вопросы по семинарам различные то есть много слушателей и фактически сейчас я разрываюсь да я сижу на так скажем на двух стульях и ну то есть очень так сложно так скажем сработать да и заниматься рыночной или около рыночной деятельностью то есть насколько я понял вот эти книги и в совокупности с вот этой работой на которой ты работаешь риск-менеджером вот эта совокупность позволила правильно анализировать данные в excel и в принципе идея о том чтобы не торговать как многие по наитию а именно исходя из каких-то вероятности статистики это все привело к какому-то результату да но у меня еще вот возникла некоторая такая мысль после на торговле где-то полгода либо года на форте именно вот когда я делала одна там одну две или три сделки в день да то что я могу сам торговать минус то есть вот я ну вот как то есть то что мои так скажем логические умозаключения могут приводить меня к убытку вот это просто очень важно осознать да и это психологически очень сложно и больно то что вот ты ну грубо говоря твои ум да он не может анализировать какие-то данные и то что ты вот грубо говоря вот выбираешь где купить а где продать да и ты ты делаешь это плохо не то что плохо то есть если ты сделал наоборот то это привело бы к тебя к прибыли а приводит я убытку то есть и их психологические то навыки или психологически не знаю там ну какие-то умозаключения да они приводят тебя к убытку а если ты действуешь на основании по статистической проверенной информации то у тебя наверное есть какая-то уверенность то что ты делаешь что правильно но сейчас наверное мне постел реально фактически торговал там сколько получается 7 или 8 полугодий отторговал да фактически месяц статистика я 1 полугодие торговал только в минус полугодия Williamあります под тысяч рублей вот ну сейчас мне наверно не знаю есть уже какая уверенность что я могу торговать максим вот когда ты перешел на рынок ford торговать горечь первых убытков вот этим какие-то страхи было были такие ощущения да было но я постоянно вспоминаю один анекдот про ослика и дракончика так вот приехал в королевство в одно ослик начал трахать всех подряд вот население этого города не знала что делать ну вот реально всех позвали большого-большого дракона дракон прилетел такой к этому ослику подлетает после такой стоит дрожит весь трясется он говорит ослик ну что здесь страшно тебе вот конечно страшно никогда такого большого и страшного не трахал вот ты сказал про то что в стакане появились роботы и ты отошел с этим от скальпинга а сам используешь каких-то роботов в своей торговле либо зарабатывающих либо может быть роботов-помощников нет я сейчас не использую потому что у меня во первых две сделки в день то есть но они наверное не особо нужны во вторых что за роботами надо следить то есть я так скажем не то что не очень доверяют технологиям да но я понимаю что могут быть какие-то ошибки косяки и они могут привести к каким-то таким фатальным ошибкам да то есть ну не сработает стоп да выключи там свет не сработает бесперебойник и фактически я останусь у меня на счету было два с половиной миллиона да останется один и фактически это может случиться за один день а так я вижу я контролирую это 30 да то есть я контролирую сработали листопы и так далее вот возможно когда я там не знаю через некоторое время может через полгода или год уйду с работы я смогу физически контролировать роботов то тогда возможно будут какие-то идеи вот ну а так сейчас у меня единственный помощник помощник это excel то есть я есть автоматизированная табличка в excel и я просто на полэкран открываю excel и на полэкран открываю quick ну и фактически она помогает считать там размер контрактов и так далее кто для тебя идеальный трейдер да наверное для меня нет идеального трейдера потому что ну я не может быть идеальный трейдер он есть кому-то в моем таком подсознании да но вот конкретной личности наверно такого нет но моим подсознание на человек который может взять пока под контроль свои эмоции то есть тот человек который для которого наверное деньги не особо важны на рынке то есть тот человек который просто тупо каждый день делает одно и то же по своей системе то есть и он и его ничто не может выбить из своего там равновесия наверное вот так как ты относишься к высказыванию одного из наших трейдеров господин богатого прибыльный трейдинг скучный трейдинг да полностью согласен да мне честно очень скучно торговать то есть я ну не то что не интересно но особо это у меня это уже как бы не вставляет скажем мне не загораются глаза да когда я там вижу плюс 100 или плюс 200 или минус 100 по счету то есть мне по мне сложно очень понять то есть не знаю заработал или потерял сегодня вот действительно это скучно а особый интерес трейдинге ну например вызывает я например последние две недели или три недели до тестировал переносы на вечернюю сессию то есть я брал excel и смотрел по статистике как лучше перед переносить да то есть я добился определенных результатов определенных положительных результатов своих тестов да я сейчас буду переносить сделки на вечернюю сессию по определенным правилам вот в принципе не доставило положительные эмоции то что я ну там не знаю чему-то пришел до исходя из того что я проанализировал это в excel да то есть я теперь немножко изменю свою торговую систему подкручу ее она то есть это несущественно что-то изменит да но это все равно какое-то вот движение это скажем поступает ли она вверх то есть получается что твоя система она не создана один раз и потом без каких-либо изменений используется все-таки подкручивается и ты анализируешь постоянно да в принципе она покруче подкручивается но я подкручиваю примерно раз не знают а в полгода может быть в принципе у меня идея какие-то новые возникают там раз в месяц или раз в две недели но обычно эти идеи как бы не грустно звучало они к чему не приводит то есть я там не знаю где-то что-то услышал увидел куда новую идею дня глаза загорелись его можно так торговать а допустим сажусь там за excel или сажусь 8 метастоп или там еще какую-то другую программу начинаю тестировать убиваю на это там не знаю часов 10-20 да а фактически это ни к чему не приводится это очень грустно и печально а когда происходит допустим подряд несколько убыточных сделок несколько убыточных дней или даже недели как бороться с этими эмоциями потому что наверняка хочется отыграться восполнить потери и это может привести к еще большим убытком да здесь наверное все приходит только с опытом опять же понимание то что человек может торговать в минус благодаря каким-то там своим знаниям то есть именно вот я знаю как я торгую да и вот я торгую в минус вот это вот на важно слышать мог быть я не совсем как бы нормально зясняюсь да но вот то что человек то есть ли вот человеку датьho скажем какой то такой информационную вакуум да и заставить его торговать то он может торговать вызвать на протяжении долгого количества времени если он не имею повесисти а у меня просто есть какая-то статистика я допустим то же самое дневник сделок да я просто вижу что у меня допустим был период когда я там там не знаю четыре или пять месяцев торговал в ноль я просто думаю что этот период придет и он как бы не замок будет следующем году может быть он будет уже и в этом году то есть но просто надо ждать и терпеть но здесь другого выхода нет а просто можно слить не знаю там в один день месячную прибыль то есть там двухмесячную прибыль если допустим грубо говоря нарушать там не знаю нарушать риск допустим каждый месяц допустим вы сливаете по 10 процентов в конце года фактически ничего не останется я думаю многие с этим сталкивались ты довольно намного быстрее чем по 10 процентов в месяц стабильно нет ну просто один день просто один день вместе я потильтовал ничего страшного один день какой у тебя самое было запоминающиеся позитивные события на рынке да вот наверно таких событий у меня не было но у меня действительно был допустим в октябре пятнадцатого года я там заработал за один день чуть не знаю около 700 или 800 тысяч рублей мне почему-то я вот даже дату я просто помню по моему где-то значит в апреле в марте был где-то там то есть меня таких вот запоминающихся дней особо нет меня ну не знаю я просто в основную радость наверное испытываю вот от того именно в те моменты когда вот я ну как сказать то есть вывожу деньги да и трачу вот наверно вот в эти моменты у меня приходит и какая-то радость то есть я в конце четырнадцатого года вывел деньги то есть вот я просто пришли деньги на карточку да вот и весь год не вводил деньги у меня я воспитал радость вот в этом году и три или четыре раза вводил деньги съездил в спальню там как бы вот момент именно вот эти то есть когда ты деньги щупаешь трогаешь а не когда у тебя там вариационка на счету то есть это не знаю как делить шкуру на еще не битвами две то есть еще деньги не выведены а какое было самое негативное ощущение тоже по моему было вот в четырнадцатом году когда я один раз тельтанул и потерял процентов 8 отсчета в один день просто вот грубо говоря вот тогда восемь процентов это было там не знаю около тысячи 150 или 200 отсчета 250 сумма в деньгах не такая же большая ну по крайней мере для меня да для моей торговли но она сказала мне о том что я все-таки то есть наверно еще не полностью отучился от этого тильта да вот и вот она как бы ну то есть вот это именно негативное было не с точки зрения потери денег а с точки зрения того что я просто сорвался то есть я не помню был октябрь или ноябрь четырнадцатого года вот я просто тот день еще фактически уже год прошел я запомнил момент очень хорошо то есть ну с того момента я наверно не тильтовал и в четырнадцатом году то есть я тоже не помню вот таких дней кроме вот этого одного дня то есть ну вот именно вот такого что я применял азарт адреналин да я там пулялась стороны в сторону контракта а не боишься что придет такой день или там несколько дней когда ты тоже можешь сможете льдануть и с алюши еще ну если вспоминать тут тильтовый день год назад да то полудням было там не знаю пять или десять сделок боюсь просто обмануть но каждой сделке был стоп то есть каждой сделке был стоп то есть такого не может просто я открылся и оставил нет то есть просто было превышение количества сделок вот и день какой-то был не очень хороший по этому просто флэтовый день было не ну человек не помню с чем это было связано есть такие причины здесь еще понимаешь фишка в чем в что мне нравится то есть бороться с собой мне нравится то есть побеждать себя то есть это не знаю там можно конечно включить там робота который будет установить убытки на определенном уровне но мне просто нравится то что я могу владеть собой то есть ну вот это кайф что вот в этом наверно выражается да то что включил робота да ну чё ты не мужик что ли чё ты не можешь сам остановиться алкоголизм или наркомания но я хочу сказать по собственному опыту что очень мало кого получается вовремя остановиться когда человек попадает в тильт и не попасть него тоже очень сложно мне например очень сильно помогает не попадать в тильт это за две сделки в день то есть у меня фактически одна сделка в день по одному инструменту то есть один выстрел да не попал я ушел и меня допустим очень ну иногда в последнее время допустим меня ситуация такая то есть мне надо 18-40 ну или 18-44 закрыть позицию да и вот допустим если меня снесло и мои сделки я такой радостный думал я пойду домой не 18-44 до 18 часов по дуру ровно домой и как бы начаться раньше пойду домой ну как бы постараюсь находить какие-то положительные аспекты в этом вот но не знаю я вот именно вот две сделки в день меня спасают я вот курю и наверное две сделки день даже привычка просто курить то есть получается последние несколько лет у тебя в плюс закрыты да у меня закрыты последние ну не будем каркать но 11 12 13 14 ну и 15 ну не знаю ну как бы сейчас на процентов я 78 заработать по итогу этого года и это все подтверждено официальным брокерскими отчетами да у меня в жж выложены отчеты можете посмотреть не знаю будет ли ссылка под видео не знаю то есть может быть кого-то доходность там не устроит может быть кого-то там не такая фееричная но не знаю я мало кого увидел чтобы кто-то выкладывал так свои стейтменты за последние три или четыре года смотри а вот последний год очень сильно вырос курс доллара к рублю все подорожало то есть подорожало продукты вот орешки чай пиво стоимость ремонта автомобиля все подорожало жизнь подорожала в россии это из-за понятных событий но как с этим бороться получая лишь выручку в рублях то есть получается нам нужно зарабатывать в два раза больше для того чтобы зарабатывать в два раза больше что нужно делать какие советов никаких советов на андит нити литровать и все ну а какие еще могут быть совет это это жизнь как бы мы живем в россии здесь наверное ничего не понятно ничего не ясно невозможно прогнозировать куда будущее да то есть банках прогнозируют курсы на 45 лет при выдаче валютных кредитах да фактически эти прогнозы никогда не сбывается то есть не знаю там центробанк курс доллара то есть не знаю планируют на 3 4 5 лет тоже это никогда не сбывается то есть прогнозировать наше стране невозможно да то есть единственное что можно делать это работать просто больше работать усерднее ну не знаю в торговле на соблюдать риски но я просто думаю что ты наверно хочешь не услышишь переходить на американские рынки но я честно не сторонник этого почему потому что ну если бы меня было бы мне было бы там не знаю 20 22 года да то есть я был бы заряжен весь оптимизмом у меня был бы свободный там не знаю 10 20 30 тысяч долларов то есть которым не дал бы отец то я был пошел бы стопроцентно то есть я был не знаю 20 лет был готов убить там два-три года до чтобы научиться торговать ну не знаю может быть там год сейчас у меня просто нет времени нет желания у меня есть рынок форс который меня кормит да фактически как на котором я зарабатываю деньги ну а соваться туда то есть не знаю я просто ко всему наверное подхожу довольно ответственно то есть я понимаю что мне придется на американский рынок убить там три-четыре часа в течение года в день 3-4 часа в день в течение года но это нормальный период чтобы научиться торговать но такого времени у меня просто нет а просто так вот на шару закинуть то денег да и попробовать потыкать кнопки ну как бы это наверно не нормально я это просто набрать там имитентов загонять их в excel анализировать что-то там в метастоке там не знаю в тес лабе или что-то еще то есть ну профессионально когда он подходить то есть смотреть читать какие-то иностранные ресурсы это все за ним займет очень много времени и а выхлоп будет ли выхлоп надо просто себя спасите я не знаю но это опять же она форси у меня получается торговать зачем нет но вот я лучше буду что-то там ковыряться не знаю там с форсом да возможно я там через год или через два перейду на мвб допустим когда в этом денег будет побольше то есть буду там торговать допустим не внутри дня до переносить позиции там на один-два дня на три дня вот то есть каким-то таким образом то есть сумма будет миллион в 10-20 рублей можно будет перейти на мвб а сейчас мне в право форс вполне устраивает возможно тогда когда и не будет основной работы будет кормить только рынок тогда появится время заняться америка да если прочь да но просто я опять же еще раз хочу сказать что надо подойти к этому то есть со всей ответственности то есть не просто так не взять и не попытаться там покликать да сразу там в бой это там проблемы раз языком да там стоп лосс немножко по другому ставится просто знаю да там некоторые правила торговли другие то есть там и с тахаром сумма риска она там больше то есть потерять там можно больше а потерять можно просто по глупости или по незнанию что просто уделим а в этом времени а какие у тебя есть хобби ну хобби основном ход для меня я хожу в зал я уже наверно больше десяти лет я занимаюсь ловыми видами спорта то есть я с 15 до 20 лет очень интенсивно ходил на панкратион на кикбоксинг вот такие все где-то лет 20 наверно я занимаюсь в тренажерном зале вот фактически я там много жму то есть могу там пожать 130-140 килограмм на 1-2-3 раза вот с меня вес свой 90 ну то есть это уровень это кмс мастер спорта вот если без допинговую федерацию брать без запрещенных препаратов вот ну как бы и спорт наверно позволяет то есть отрешиться наверно от этого мира да то есть и позволяет поднимать себе настроение реально это наверно такой мужской вид спорта да когда то есть ты ходишь там не знаю по залу или по улице видишь ты наверно лучше других то есть ты лучше там сильнее и так далее то есть ну вот в такой какой-то сфере да то есть когда там на рынке допустим там хреново там или не очень хорошо да то есть там или поругался там с кем-то там со знакомым с родными на то есть и после зала там совершенно другой человек вот ну и соответственно зал еще вырабатывать очень сильно дисциплину то есть я за последние на на там три-четыре года я наверно очень мало пропускал занятий то есть наверно в год может быть там недели-две только в выпуске ездил а так я каждый день хожу каждую неделю хожу по три раза иногда бывает четыре раза вот то есть ну фактически то есть через день да ну это как бы круг круг знакомых сколько круг друзей круг общения ну и не знаю мне это по крайней мере очень нравится и я сейчас наверно не пытаюсь чего там достичь да это просто уже вошло в привычку вот если я если честно не считаю что вот спорт это здоровье да то есть я реально то есть работаю в зале на износ да и не знаю здоровье или не здоровье но это очень сильно психологически помогает именно мужчине чувствовать себя то что ты вот лучше других вот как-то так смотри если представить что . а это тот момент когда ты вообще не интересовался и не знал ничего о фондовом срочном рынках а . b это здесь и сейчас хотел бы что-то поменять за этот период во первых то есть я хотел бы ну наверное чтобы у меня я побыстрее перешел бы с форокса наверное на форс да то есть просто попробовал что такое форекс и начал будет торговать наверно на форс вот ну наверное что еще наверное наверное, больше читать, наверное, ну, то есть сейчас, наверное, читать мне уже особо не поможет, да, вот раньше, по крайней мере, больше вникать в детали, в нюансы, то есть, ну, вот, к примеру, да, то есть, почему очень сложно торговать на МВБ маленьким счетом внутри дня, потому что там огромная комиссия, то есть, ну, так скажем, простому обывателю это очень сложно понять, но, допустим, когда там комиссии составляют там 5-10% от твоего счета в месяц на МВБ, то торговать фактически невозможно, ну, ты ничего не заработаешь, вот, и, ну, вот именно вот такие фишки знать, да, то есть, которые, наверное, приходят с опытом, я, честно, ну, то есть, что-то еще больше, да, больше изучать, чем изучал я, наверное, за последние 10 лет, наверное, ну, с моим образом жизни, наверное, невозможно было изучить, то есть, ну, я изучал, изучил, наверное, все, я посмотрел, наверное, все видео, я посмотрел, наверное, ну, очень много книг, я прочитал очень много блогов в интернете, очень много всяких разных комментариев, там, к постам, там, к полу-граалям и так далее, то есть, ну, очень большой объем, массив знаний, я, наверное, перелопатил, что ли, вот, ну, а посоветовать, наверное, себе, ну, наверное, чтобы я был в прошлом потерпеливее, наверное, что ли, То есть, чтобы не ждал успеха так быстро. Какие бы ты книги или, может быть, интернет-ресурсы порекомендовал бы начинающему трейдеру почитать? Ну, наверное, для начала я хотел бы, чтобы начинающий трейдер взял отчеты за последние 5 лучей и посмотрел убытки в деньгах не на первой странице, а на последней. То есть, просто человек взял и посмотрел, сколько люди теряют на конкурсе лучей. То есть, там миллионы, можно посмотреть в процентах, можно посмотреть в деньгах, хоть как. Ну, просто чтобы человек, вот когда он начинал торговать, да, он просто не прыгал в этот омут с головой, а просто начинал, наверное, с каких-то маленьких денег. Ну, и, наверное, не манил себя богом рынка и не чувствовал себя каким-то непогрешимым. То есть, я там за месяц увеличивал в два раза счет, да, и теперь бог рынка и король. Вот, что еще? Ну, почитать можно, наверное, не знаю, там, воспоминания биржевого спекулянта, например, да. То есть, очень такая хорошая книга, да, в конце там главный герой застрелился. Вот, то есть, ну, вот такие, как бы немножко, не знаю, депрессивные, наверное, что ли, книги, да. В принципе, рынок, он позволяет каждому выбиться из грязи в князь, да. То есть, реально, у тебя нет денег, да, ты закинул в 10, 20, 50 тысяч на счет, да. И, фактически, если ты будешь нормальным дисциплинированным трейдером, да, то реально через 5-10 лет у тебя будет несколько миллионов на счету. Но просто надо пройти этот путь дисциплинированный. То есть, не нарушать риски и, то есть, ну, торговать разумно, так скажем, да. То есть, не удоманить, чтобы у тебя там плюс-минус 10-20 процентов к счету за день не болталось в реационках. А какие у тебя мечты и планы на будущее? Мечты и планы на будущее? Ну, основная моя, наверное, мечта такая – это уйти, наверное, где-то через, не знаю, там, полгода, через год с основной работы. То есть, создать какой-то пассивный доход в виде семинаров, наверное, в виде, не знаю, там, доверительного какого-то управления и попытаться вот уйти с основной работы. Вот. Ну, просто, просто честно уже как бы немножко поднадоело. То есть, я реально вот работаю, наверное, уже, ну, вот в банке, да, то есть, в банковской сфере уже, наверное, около 9 лет. То есть, я один-единственный раз болел, да, допустим, там, отпуск у меня, там, месяц-разгод, да, то есть, я каждый день, то есть, на работу. То есть, я один, не знаю, на три или четыре дня я болел, когда у меня была ветрянка. То есть, ну, фактически, то есть, я каждый день на работе, да. То есть, немножко, я, наверное, подустал. Вот, ну а так, не знаю, то есть, собирать какой-то себе пассивный доход и, наверное, жить потихоньку, а такие какие-то мечты или мечтов о миллионах, наверное, у меня особо нет, то есть, ну не знаю, я в принципе верю, что у меня на счете могут быть там 50-70 миллионов рублей, да, но что-то куда там появятся, допустим, миллиарды, да, я в это не особо верю, потому что, ну, наверное, здесь должны быть какие-то другие сведения о рынке, да, не знаю, какой-то инсайт и так далее. Максим, слушай, а вот хотел ли ты бы написать какую-нибудь, может быть, книгу или статью или несколько статей, чтобы поделиться своим опытом и знаниями с читателями? Ну вот смотри, я уже, наверное, года три или четыре веду свой ЖЖ, живой журнал в интернете, я там в основном пишу какие-то там свои мысли, статьи, вот, там некоторые даже рецензии на книги, вот, ну, как-то вот так, то есть, я именно вот стараюсь делиться знаниями, да, но мне, если честно, нравится делиться знаниями с людьми, то, от которых я вижу какую-то обратную связь, то есть, вот, так же, допустим, я веду какие-то курсы, да, то есть, слушатели меня очень часто благодарят, то, что им там все очень понравилось, там, я вот реально от этого испытываю очень большой кайф. То есть, вот, например, в пятницу, да, если вот, там, особо активные мои, там, почитатели посмотрят в журнале, да, я очень сильно ошибся во входе по рублю, то есть, я там поставил стоп порядка, не знаю, 120 рублей, если я поставил бы стоп-126 рублей, у меня за день было бы не минус 90 тысяч, а плюс 250, и, блин, вот, меня так это расстроило, а потом я зашел на сайт конкурса ЛЧИ и посмотрел, как отторговали два моих ученика, и оба они закрыли этот день в плюс, и вот это вот реально был кайф, то, что вот люди, ну, как бы, вот, не, так скажем, не профукали этот день, да, а они закрыли его в плюс, причем, ну, вот, реально, как бы, мне было обидно за себя, да, но очень было радостно за других. То есть, ученики превзошли своего учителя в этот день? Ну, типа, да. Я вот реально шел домой, да, как бы, вот, на меня, хоть и не влияет особо этот рынок, да, но реально, вот, очень было обидно, да, когда в пятницу, там, доллар-рубль так сильно рос, а меня прям снесло стоп, вот, по доллар-рублю, если бы, реально, на 6 рублей пониже поставил, то мне, как бы, не смесло бы, и очень обидно было, но потом я зашел, посмотрел, мальчики молодцы, все, и радостно сразу стало. Ну, реально желание делиться, там, не знаю, какими-то знаниями с людьми у меня возникает только при наличии обратной связи, то есть делиться, не знаю, там, с какими-то больших собственными людей, ну, наверное, нет, потому что, ну, не видишь от них какой-то там обратной связи, какой-то там, не знаю, отзывов, наверное, вот так, а когда люди, то есть адекватные, да, люди понимают, что ты им даешь что-то такое, ну, большое, да, так скажем, например, на курсах я показываю, например, как искать закономерности в Excel, да, то есть просто, вот, там, не знаю, за 20-30 минут я просто показываю, ну, фактически раскрываю, там, не знаю, Грааль, да, то есть что, ну, вот в Excel, то есть, грубо говоря, каждый человек может взять, экспортировать данные, да, и просто, просто найти закономерность на, там, на последние, там, 4-5-10 лет, ну, на протяжении, да, то есть, ну, как бы и люди просто, вот там, не знаю, просто такие с большими глазами, а как же я до этого сам не дошел, ну, как бы, ну, вот это действительно вызывает какие-то положительные эмоции, ну, не поднимает настроение. Ну, что ж, было очень интересно узнать поподробнее о тебе, а сейчас я предлагаю перейти к нашей традиционной рубрике. Дорогие друзья, переходим к нашей традиционной рубрике, это Блиц-опрос, когда я нашему гостю буду задавать вопросы в довольно быстром темпе, а он, недолго думая, должен отвечать первое, что придет ему в голову. Готов? Поехали. В чем одна главная проблема незарабатывающего трейдера? Отсутствие дисциплины. О чем больше всего жалеешь за карьеру трейдера? О том, что нарушал риски внутри дня. Чему рад больше всего? Что не нарушал риски внутри дня, у меня что-то все связано с дисциплиной. Какую профессию выбрал бы, кроме трейдинга? Спортсмен. А какую профессию ни за что бы не выбрал? Психолог. Ну, не знаю почему. И буквально двумя словами наставление начинающему трейдеру. Наставление? Ну, наверное, читайте меньше книжек, больше торгуйте, то есть закиньте на счет 10-20 тысяч рублей, да, и почувствуйте на своей шкуре все прелести трейдинга. Ну что ж, на этой ноте мы заканчиваем. Спасибо, Макс, что был с нами. А вам, дорогие слушатели, спасибо за то, что также были с нами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok